Ежегодно с наступлением тепла велосипедистов предупреждают. Двухколесная техника, легкая нажива. Как уберечь свое транспортное средство уже знают даже дети. Мы только брали толстые замки. Нет, его не перережут, потому что у него внутри там железка. А домой, когда возвращаешься, где оставляешь? Я его загоняю в ограду. И тем не менее, с начала года уже более 20 случаев угона велосипедов. И это только в Абакане. Кражи происходят в основном в подъездах. Не спасают ни железные двери многоэтажек, ни замки троса. И чем выше система защиты двухколесной техники, тем изобретательнее воришки. Идут в ногу со временем. Буквально вчера произошел случай, когда вор подобрал код специального замка троса и похитил двухколесное транспортное средство стоимостью 12 тысяч рублей. А если не подберут код, то есть и более простой метод – кусачки или ножницы по металлу. Легко разрежут трос. Да и сами велосипедисты облегчают работу воришкам. Например, вот этот велосипед нам попался случайно во время съемок. Его просто кто-то оставил во дворе. Он ничем не пристепнул, хотя здесь трос есть. То есть средь бела дня его любой может подойти, взять и укатить. С наглым воровством столкнулись и жители многоэтажки по улице Володарского. У соседей Виктора прямо из подъезда увели велосипед. После этого случая оставлять двухколесный транспорт своих детей в подъезде он перестал. Мы решили, что лучше, надежнее будет в контейнере или в гараже, или домой. Если дети не могут в контейнер открыть, то они поднимают или просят кого-нибудь. Обязательно домой подносим, чтобы безопаснее было. Кстати, не пренебрегают злоумышленники и колясками, детскими самокатами и машинками. Такую технику хоть и БУ охотно покупают с рук, не спрашивая, есть ли документы или чеки. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.